Памятник на могиле 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 Я жил на Харовском шоссе. По соседству со мной жил дед Сережа, как мы его все называли. Я иногда приходил, играл на нашей коробке детской. Хоккейная коробка была во дворе в майке ЦСКА. Это была маленькая майка по размеру, с номером. И дед Сережа как-то подошел, говорит, ты что, ЦСКА играешь? Я говорю, да. У меня, говорит, там внук играет. Я говорю, а кто? Валерка Харламов. Я говорю, ладно, дед, ты перестань. Какой Харламов? Ты здесь еще ходишь. Он говорит, ну ладно, посмотрим. Я как-то смотрю на нашу пятачкетную дому. Вот стоит белая Волга, 2-0-17. Кто же к нам мог заехать на Волге в то время, еще с такими номерами? Вдруг дед Сергей, подружка с Валерием Борисовичем, выходит из подъезда и так, мол, ну что? Что съели? Так он горд был, что у него внук такой замечательный. Да он все-таки же подозвал меня и сказал, Валерка, вот этот вот младшишка играет в ЦСКА. Что мне потрясло, все-таки же уже был суперзвезда в то время в хоккее. Говорит, ну, в общем, нормально, поздоровался за руку, потрепал мне по волосам и сказал, что надеюсь, что мы с тобой вместе еще поиграем. Вот так усмехнулся, своей улыбкой, глаза засверкали, взял в машину и уехал. У меня была небольшая квартира, Сетунский проезд около Киевского вокзала, между Киевским и Мосфильмом. Валера привез парня молодого к нам в гости и говорит, это будущий выдающийся хоккеист. Ты не смотришь, что у него зубами плохо там. Это он выбил, он говорит, случайно на машине ехал, чуть-чуть перебрал и упал с эстакада. Я, говорит, потом ехал перед милиционерами, его отмазал, но удачно упал. Машина перевернулась и стала на колеса. Это был Фетисов. Славочка, молодой парень такой, очень добрый, преданный, но он на Харламова смотрел, как на Бога. 76-й год, я полностью начал подготовку к сезону с командой мастеров. Меня сразу поставили в пятерку Петров, Михайлов, Харламов, Цыганков и я, Владимир Борисович. А не помните такого пацана с Коронского шоссе? Ты что ж был? Я говорю, да. Ну, елки-палки, а что же ты молчал-то раньше? Я говорю, ну как, неудобно было. Ну как же, помню, дед Серегу посередку ставим, например, тебя напоминал, что там пацан растет, будет хороший, как и есть. Национальная идея, которую мы сейчас все ищем и которую никак не можем найти, в то время национальной идеей, конечно, был хоккей. Вот эта удивительная хоккейная история началась с Олимпийских игр в картины «Дампец». Когда впервые наша хоккейная дружина разбила вообще хваленых канадцев, американцев, шведов. Уникальная совершенно сборная наша, которая выиграла Олимпийские игры в картины «Дампец». Бобров, Бавич, Шувалов, Кузин, Уваров, Крылов. Впервые поехав, они сразу получили золотые медали. Заключительный хоккейный матч Олимпийских игр окончен. Победа за советскую команду. Итак, команда хоккеистов Советского Союза одержала тройную победу. Она чемпион Европы, она чемпион мира и чемпион Олимпийских игр. И хоккей стал любимой игрой, конечно, нашего народа. И потянулись мальчишки, которые раньше отдавали свои привязанности другим делам спорта. Это был 56-й год. Тысячи москвичей, несмотря на сильный мороз, встречали замечательных спортсменов. Первыми прилетели в Москву хоккеисты, чемпионы Олимпийских игр мира и Европы. На площади перед аэровокзалом состоялся митинг. Московские спортсмены тепло встретили своих товарищей. Им были преподнесены цветы. И даже вот такой вкусный подарок. Они были настоящими героями. На их примерах, наверное, вот воспитался Валера Харламова, Володя Петрова. До них еще были Александров, Альметов, безусловно, Старшинов. Но мне кажется, что вот наибольшего рассвета, вот филигранности какой-то, удивительного спортивного азарта, вот мне кажется, наша сборная достигла вот три холла. И, конечно, Валера был душой команды. Валера Харламова хорошо сказал. Мы из «Динамо», они из «ССК». Мы друзья. Но когда выйдешь на лед, у меня друзей нет. Тогда лучше не выходи играть. Если будешь так вот... Бей меня, но только честно. Против него было тяжело играть, потому что он взрывной. Он отпустит шаги. Вроде она твоя, а он раз потом берет, на короткие ногами переберет и уходит. Но я ему говорю, Валерий, в центр не ходи. В борт, пожалуйста. Центр мой. Я тебя тут могу ударить. Он говорит, понял. Ну, получалось так, что... Он же напористый, он лез. Он не боялся и синяков и шишек. Горько! Вот мы на поле подеремся с Валерий. Друг другу ударим, там больно. А потом выходим и говорим, ну, куда поедем. Где отпразднуем синяки и шишки. Это лучшее время было. Не забываем собирать здесь вместе. Четыре команды. Московские. ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Крылья». Человек 10-15. На улице Горько. У ресторана «Яков». Мы говорили, сегодня у нас выходной день. У нас неделя перерыв. Давайте устроим себе день отдыха. Какая сегодня будет струя? Шампанское, вино или водочное? Давай сегодня шампанское. И вот пили только одну шампанское. Рассчитываемся, как веники-беники. На кого выпадет, тот платит. А потом в следующий заходим. Тебя уже выкидывают. Ты не платишь. Рассчиталось, другое платит. И вот так до конца улицы Горькова. Кто там не в состоянии уже был идти? На такси, записка. Это вы и домой. В 77-м год. Тихонов сменил на посту главного тренера ЦСКА Константина Борисовича Луктина. Поскольку так решил Андропов. Хотя Андропов болел за «Динамо». Но он сказал, встречаясь на Лубянке с Тихоновым, пригласив его туда. Виктор Васильевич, конечно, я хотел бы, чтобы ты тренировал «Динамо». Но все игроки-то сборной, почти все, собраны в ЦСКА. Поэтому ты должен возглавить и ЦСКА, и сборную. Полтора часа мы с ним разговаривали. Он говорит, Виктор Васильевич, что если бы возможность была вас перевезти в «Московская «Динамо», но указание Леонидовича Брежнева вас перевезти в ЦСКА? Я говорю, вы знаете что? Одно – это команда ЦСКА, а другое – это команда сборной команды. Две команды. Я просто не справлюсь. Он говорит, Виктор Васильевич, нет. Справитесь, и вам придется работать очень много. Через неделю меня снова вызвали в Москву. И когда Юрий Владимирович меня напутствовал второй раз, он сказал, вам карт-бланш мы даем. Вы можете любого игрока, который вы посчитаете нужным, освободить. Мы знаем, что там какая ситуация. Любого. Я говорю, Юрий Владимирович, если я приму команду, я думаю, что я освобождать не буду, потому что там великие игроки, на которых я могу подготовить следующее поколение. Он сказал, Виктор Васильевич, они могут играть, но если они раньше выигрывали там под шесть, там под пять, то сейчас две-три шайбы. Этого мало. Мы знаем, какая там ситуация. Все в дисциплине. Не считайся, наведи порядок, дисциплина. Вот с чего я и начал. Конечно, это сопротивление было большое. Очень большое. Я оказался тогда в ЦСКА, как белый ворота. Мне говорили, так ли, у нас не привыкли. А я говорю, я должен. Передо мной поставлена такая задача. Справлюсь, значит, нет. Если не справлюсь, я должен уйти. Сложность в чем еще была? Принять команду. Я приходил в команду, которая выиграла чемпионат Советского Союза. И, конечно, набегли все. Я уже в то время был капитаном команды. И нам был представлен Виктор Васильевич Тихоновым. Мы начали работу. Хотя в то время мы его, как тренер, не воспринимали. В то время. А то прошло какое-то время, и все пошло нормально в русском. Валера не знал, что его ждет с приходом Тихонова. Все-таки Тихонов это был человек со стороны. Это был человек из Динамо. Это был человек из Риги. Это был человек, направленный Андроповым. Тихонов хотел из команды сделать роботу. Ему звезды не нужны были. Потому что со звездами тяжелее работать. У каждой звезды есть свой характер. Конечно, он не до Любля. Вот эту тройку. Петров, Михайлов и Харжонов. Суть такая, что он и разбил эту тройку. Когда перевел Харлама в одно звено, Михайлова, и Петрова в другое. То я им сразу же на сборах сказал, я говорю, если он вас развернет, вы по одному, кроме Харлама, никто не сыграет. Вы только сильные. Сильные. Только тройки. Это было в Ялте. И вся команда, во главе с Тихоновым, отдыхала там. И я их пригласил на концерт. Пришел Валерий, Володя Петров, пришел Цыганков. И я им предложил наутро поехать на рыбалку. Мы договорились, что мы поедем в мужской компании. Я дружил с моряками-пограничниками. Командир отряда дал мне катер. Мы загрузили в катер, необходимый для рыбалки, шампанское, водочку, закуску. И поехали в открытое море. Мы договорились так, что будем прикасаться к спиртному только после выловленной рыбы. То есть кто поймает, тот имеет право, как говорится, остаканиться. Ну и так получилось, что Валерий везло. Он вытаскивал сразу спиннинг с 10 крючками. И у него на всех 10 крючках было порыбки. И вот после каждой выловленной рыбки, и после каждого выпитого стаканчика, значит, он обязательно бросался в море. И у него смешное было выражение такое, Валерки. Он говорит, ну что, мы рнем? Мы рнем. И он бросался, так сказать, в море. Выпил он немного, в общем-то, выпил шампанского. Но как раз море было не очень спокойное. И его укачало. Я сразу дал команду на берег. Пришли, но он, ну никакой. Бледный, как смерть, в общем, такая вот качка морская на него подействовала. Плюс еще шампанское. Мы возроченьки белые и домой в гостиницу Ялта. Принесли в номер. А Ира, она такая, кстати, красивая, высокая девушка была. Она говорит, ну, какого я его отправила вам, и какого вы мне его вернули? Я говорю, ну что ж, получилось, качка была большая. Она говорит, понятно, качка, да. Ну, говорит, этих-то я знаю. Говорит, Иосиф, ну вы-то как-то себе позволили? Я говорю, я ничего не позволял, у меня сегодня концерт. После концерта, возвращаясь я в гостиницу, и в моем номере с моей женой, с Нелли, сидит плачущая Ира. Она так держит руку. Я говорю, что случилось, Ира? Она отнимает руку, говорит, что случилось, у нее такой огромный синяк. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ну что случилось? Ему плохо. Я наклонилась над ним. Я говорю, Валерочка, милый, любимый, тебе плохо. Он открывает глаза, говорит, как даст, говорит мне, уходи, у меня жена есть. Я говорю, так ты гордись этим синяком. Ты видишь, он в таком состоянии помнил, что у него жена есть. К долгожданной гитаре я тихо призну. Осторожно и бережно трону струну. Ну, а когда там в ресторанах или где-то в кафе отдыхали, любил потанцевать, как только начнется эта мелодия, от зари до зари, и понеслось. Все, уже неудержно. Пляс идет, прям, момент. Только заводной он был. Ну, там теперь они-то хватало, там все-таки испанская кровь тоже была. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна. Я гитару настрою на лирический лад. И знакомой тропинкой уйду в звездопад. Будь счастливой, как песня, Вображу я ее, И гитара взорвется, Как сердце мое. От зари до зари, От темна до темна, О любви говори, Был 80-й год. Это был трагический год для нашей страны, ибо наши войска вошли в Афганистан. Мы жили в Америке. В атмосфере недружелюбия, в атмосфере конфликта какого-то жуткого. Когда мы приходили на спортивные соревнования, к нам говорили, русские убираетесь в ООН, наши делегации чуть ли не оплевывали. Точно так же и относились к нашим спортсменам, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх. Мы жутко болели. Мы переживали за каждую игру. Мы ходили, кричали, срывали голоса. Ребята выигрывали все матчи, и был только финальный матч с командой Соединенных Штатов Америки. Команда была составлена из студентов. Ну и ребята были стопроцентно уверены, что они выиграют Олимпийское золото, и что вопросов нет. Наши великие хоккеисты програли пацанам. Какое-то жуткое, такое страшное выступство происходило. Наших этих монстров, лучших в мире, размотали эти ребята в момент. И Валера не пошел. На награждение он снял форму и к нам на трибуну пришел. Я говорю, а что ты не пошел? Он говорит, знаешь, я не люблю серебро, получай. Это для меня позор. Все были настолько обречены и шокированы были просто, потому что мы уже спокойно пошли на хоккей, зная, что это олимпийские чемпионы будут играть. И вот что-то случилось. Ребята жили в тюрьме. В Классиде была тюрьма для малолетних преступников. Она только новая была выстроена. Ее заселили нашими спортсменами. И Валера, когда мы стояли на трибуне, он тогда говорит, вы приедете, когда к нам в тюрьму выступать, концерт, привезите чуть-чуть. И мы, конечно, Иосиф, Лева Лещенко, я, сумки набрали, водки нашей русской, икорки все. И протащили туда, к нашим. И вот мы зашли к ребятам. И говорим, ну ладно, ребят, ну что делать? Хотели с радостью выпить, выпьем с горя. Мы ребятам допинг поздний, правда, дали. По камерам они махнули. Немножко освободились от жутких мыслей, потому что для них это была трагедия. У нас произошел тогда очень серьезный разговор с ребятами после Олимпийских игр. Я шестерых не взял на первый кубок Швеции в 80-м году. И не взял капитана команды Васильева. Мне долго, значит, уговаривали руководство, большое руководство. Нет. Нет. Ну и практически я отказался. То есть нарушил я вот те указания, которые давались обычно любому спортивному руководителю. Я сказал, я выезжаю, глава моя на плахе. Если я проигрываю кубок Швеции, значит, все, я ухожу. К счастью, мы выиграли. И потом было большое освещение ЦК партии по футболу и по хоккею. Павлов сказал, вот здесь сидит один из тренеров, который не подчинился указаниям руководителя споркомитета ЦК партии. Это Виктор Васильевич Тихонов. Я считаю, что только так и надо руководить. Должна быть дисциплина. Не случайно Виктор Васильевич в мире, знаете, как зовут? Мистер дисциплины. И говорят, Виктор, как ты говоришь, работа, работа и дисциплина. Это мне иностранцы говорят. С самого молодости я болел за ЦИСКА, за тройку Михайла Петрова Харламова. И вот судьба всего так, что мы познакомились и очень близко тружили с семьей Харламова. Валера был очень добрым человеком. И я всегда молился за его, что он всегда вернулся здоровым, потому что Валерка играл очень тонкий, надо сказать, играл очень мягкий, даже незаметно, как быстро он менял свои места и очень часто получал жесткие удары. Я помню, когда я был в стадионе, они проиграли. Ну, он начал меня подкалывать, что... Значит, не так ты молился, что мне проиграли. Вот я говорю, слушай, Валерия, надо играть, не молиться. Я говорю, молиться надо в храме, а в стадионе на льду надо играть. Однажды, когда сборная готовилась к Кубку Канады в Аркангельском, я приехал навестить Валерку. И впервые в жизни он попросил Лёня, сходи к Моисееву. Моисеев был второй тренер, ну, под видом какого-то интервью, может быть, задашь несколько вопросов по приготовке ЦСКА. Я спросил, возьмут меня на Кубок Канады или нет. Я пошел к Моисееву. Она дала один вопрос, второй, третий, четвертый. И так, между прочим, спросил, я говорю, Юрий Иванович, ну, а что это... Я говорю, Валера, ты как? Может, потом поедет, после Кубка Чемпионов, на Кубок Канады. Моисеев сказал, да нет, не поедет он. Он не готов, он не поедет. Потом был Кубок Чемпионов в Италии, где Валерка стал лучшим нападающим. Тут в газете было написано, что Виктор Васильевич его не взял из-за того, что он физически не готов. Ну, как так? Он в Италии лучшего получает, а в сборной он не готов. Виктор Васильевич потихоньку изживал это звено Петрова Михайлову Петрову. Ну, ему не нужны были игроки, которые он не мог управлять. Первый – это Михайлов, второй – Петров, и третий остался у нас. Харламов, кого нужно было потихоньку сплавить. Для меня не существует, сколько ему лет, 16 или 35, сколько имеет наград, 10 наград или никакой. Существует один для тренера момент. Он берет тех, кого считает данный момент сильнее. Для него это был шок, что его не взяли. И он даже не понимал, почему его не взяли. Причем тогда ему было сказано, это буквально накануне перед отлетом. Хотя он собирался лететь в Канаду. Он же любил очень играть в Канаде. Почему он любил? Он говорит, там силовая игра. И вот, чтобы понять, что ты действительно хоккеист, надо вот именно играть с канадцами. Вот силовая игра его очень увлекала. Я говорю, ну как же там? Вы же разбиваетесь. Вы же, ну, калечите себя. О, нет. Вот это игра настоящая. И когда он позвонил мне, сказав о том, что я не еду в Канаду, приезжайте к нам, я бросила все и поехала туда к ним. Я поняла, что он очень тяжело переживал. И мы с ним тогда так вот сели с Валерой. Я говорю, Валер, ну и ладно, что ты не поедешь. Давай мы с тобой кончим институт. Галина Михайловна, вы правы. Давайте кончим в конце концов. Ну, сколько же я буду тянуть институт? А вы знаете, что я иду почти на красный диплом? Я уже был капитаном команды. Перед отъездом мне объявили список, кто едет. Конечно, он был обижен, переживал сильно. И в этот же день он отъехал. 26 числа Ира вернулась из Ялты. Привез ее Валера поздно вечером. Ну и мы поужинали. Было уже поздно, легли спать. Ира спала как сурок. Валер не мог спать. Просыпался каждый час, наверное. Ну, я тоже думаю, что с ним случилось. Потом утром Ира сказала, ты не задавай ему лишних вопросов. Его не взяли в Канаду. Может быть, я подумала на почве, он так беспокойно спит. Ночь прошла. Утром встали, они 8 часов позавтракали. Ира говорит, я поведу машину. Я говорю, Валер, ни в коем случае не давай ей машину. Он говорит, нет, нет, я не дам, потому что мне, говорит, еще нужно их развести. Ну, я говорю, ну, езжайте. И уехали. Татьяна Михайловна, быстро приезжай ко мне. Валера разбился. Приезжай скорее. Вылетаю, как назло. Ни троллейбуса, ни автобуса, а бутырка забита. Ни такси. Ну, нашла частника, вся револю и не верится. Еду, водитель меня спрашивает, что у вас случилось. Мне сказали, что у меня брат разбился. Приезжаю к Татьяне домой, а там бедная Андрюшка, сын младший. Тетя Таня, они уже уехали в морг на опознание. Вы сидите, ждите. Ну, вот я сидела, ждала. Потом Татьяна оттуда мне звонит и говорит, да, это Валера. И все. Ужас. Потом по радио пошла информация сразу же. Ну, папа пришел. Мы домой все приехали. А у нас же проблема. У нас же завтра мама должна приехать. Мать все время уехала в поезде с Испании. А у матери слабое сердце было. И надо было так сделать, чтобы в поезде она не узнала об этом. Я что-то по радио не услышала. А весь мир к этому времени уже знал об этом. Мы вечером должны были играть товарищеский мяч с канадцами. Мы идем в Виннипеге. Нам на дороге канадцать говорят. У вас трагедия в России. Мы говорим, что такое? За Харламов погиб. Мы опешили вообще. Ну, сначала не поверил. Потому что мы только увидели его. Мы прилетели только. Вечером по всем программам показали, как он Харламов забивает голы канадцам. Рассказали о нем. Мы пришли к Тихонову и попросились за свой счет прилететь на похорон. То Тихонов нам категорически запретил. Для меня, наверное, для каждого хоккеиста была трагедия. Потому что такого спортсмена потерять. Собрали все ребята. Помянули. Выпили по сто грамм водки все. Приехали корреспонденты. Привезли фотографии. Когда уже он лежал в ЦСКА. Ну и сразу же все ребята на Тихону. Во-первых, ты виновник. Что Харлама не взял. Если бы взял он, у нас такого горя бы не было. Не верилось. Только вчера человек пришел. Даже после того, как его отцепили. Несправедливо. Только вчера он, наступив себе на горло, зашел в автобус и пожелал всем удачи. И вдруг сейчас его больше нет. Вечером мы хотели матч отменить. Но канадцы сказали, нельзя. Уже народ только собрался. Все в черных повязках вышли. Минута молчания. Все канадцу голову опустили. Все люди, говоря по улице, подходили, останавливались. Приносили соболезними. Приносили имя Харламов. После 72-го, конечно, он сделал там революцию в хоккей. Он как там национальный герой. Я думаю, что его больше знали там, чем у нас. Просли. Мам, как встречали. Ужас. Чтоб не догадалась, чтоб ничего. А я ее не встречал. Дом остался. А дочка встречала. Она приехала, говорит, что такое грустно. И спина болит у меня. А, говорит, радикулит тебя. Я говорю, да. А со мной истерика началась. Я ушла в ванную, истерика. Она сразу, кто там плачет? Ну, сказали, Татьяна. А ты что? Ну, она сказала. Валерик разбился. Ну, и сразу неплохо. Тоже уколы ей. Как странно все. Когда она в школе училась, и они куда-то ездили с подругами, и подошла цыганка к ней, и говорит, давайте погадай. Потом она мне рассказывала, и, говорит, сказала ей, что ты выйдешь замуж за большого человека. Будешь же счастлив. Но проживешь ты мало. 25 лет. И когда вот отпраздновали ей 25 лет, она встала и сказала, ну, вот, видишь, мне нагадали 25 лет, а я жива. Ой. Только тогда я за голову схватила, думаю, боже. И вот тут у меня пошло все это. Вот страх какой-то меня обуревал. Я все ждала, думаю, ой. Не дай бог, как пережить вот это чертово. Я вот не могу понять. Ира сидела за рулем. Когда он ей дал руль, что? По-видимому, он ей хотел помочь. Он ее так обнял. Хотел, наверное, вырулить. Удар сзади пришелся. Что Валерия сразу в затылок, а Ира выбила ее из кабины. Она на асфальте лежала 10 минут. Я умерла. Спросила, как Валера. И все, скончалось. Когда водитель грузовика увидел развязку и еще к тому же узнал, что это Харламов, то он обхватил голову руками и зарыдал. Прощание с Валерой пришлось продлить еще на 2 часа. Там была огромная, колоссальная очередь. В Ледово, говорится, в ССК. Там через забор лезли. Очередь от метро прям. Много народа было. Народ шел, 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 шел. Потом перекрыли, потому что надо было уже везти на кладбище. В 87-м году даже природа откликнулась. Был жуткий ливень, когда шла эта грустная процессия по Ленинградке. Я помню, я помню почему-то четко, что мы ехали, и какой-то мужчина выскочил на дорогу, дождь, и шел на колени. Представляете? КОНЕЦ На кладбище как раз выступал, дождик пошел. Гром, дождик. Там, говорят, вся Москва плачет. Говори, да, дождик пошел. И потом вдруг солнышко. Конечно, да, трагедия, которая не мог оставить равнодушно почти очень многих людей советских, простих граждан. Он был любимец и в Армении, и в Грузии, и в других республик Союзов. Его очень любили. Как-то говорили Валерий Харламов, это что-то было другое. Дети любили, простите, пацаны играли, простите мое выражение. Михаила Петрова Харламов. Вот так для их это было символом хоккея. Только когда прилетели в Москву, обратно, мы приехали на могилу, я понял, что Валерий Борисович все больше нет с нами. Не хотелось верить в это до последней минуты. Это был шок, это была потеря друга. Тяжело, конечно. Уже вспоминать, 20 лет, а вот все. Валера погиб в четверг, 27-го. Я его видела в среду. Вот когда его не взяли в Канаду, он приехал сюда. Я утром выхожу, смотрю, его Волга стоит. Ну, я до магазина, иду обратно, смотрю, он около машины. Ну, собственно, встретились. Валера так гладко выбрит был, и лицо было очень бледное. Я так что-то думаю, господи, что-то какой он бледный, как покойник. Это я про себя подумала. Ну, и прохожу, он говорит, о, Чижик, привет. Я говорю, привет. Какая, говорит, ты, ранняя птичка? Я говорю, ну, я говорю, что же делать? Я говорю, приходится. Ну, и я поднялась домой, а он сел, уехал. И в четверг на следующий день узнали это. Шок, конечно, да, это не то слово. Просто было как-то непонятно, и не верилось, и непонятно было, почему ее. А, кстати, он все время, я не знаю, как это у него, приговорка такая была. Но он, когда с кем-то разговаривал, и если человек сразу не понял, и переспрашивает. И он никогда не повторялся, а говорил, тлист ли? Он немножко картавер. И он говорит, тлист ли? Вот почему у него 33? Это было, как бы, ну, 33. Так он себе 33 наговорил. Я год назад и мужа похоронила, и я могу сказать, что я и мужа своего любила. Ну, вот, видимо, это два мужчина в моей жизни, которые так со мной останутся. Один не был моим мужчиной, не был моим любовником, но все равно так они у меня вдвоем и живут во мне. У меня было пять. Ну, очень так все смутно, помню, только по фотографиям, которые дома остались, и все. В памяти образ какой-то вот создан, фотографиям, по кино. Так вот, он до сих пор жив. В моей памяти. Вот, как мне его представили, такой вот он у меня. Валер 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 взял его. Вот так у нас пошла хоккейная династия. Абеганита у меня, то, чтобы дома не сидела, я ее отдала в фигурное катание. Покатались мы немножко, у нее бронхит начался. Она очень любила лед. Ела его, как могла. нет, я говорю, пойдем в свой клуб родной. Пошли. Я отдала ее в художественную гимнастику. И вот она дошла до мастер спорта по художественной гимнастике. Кончила сейчас институт. Мы ехали на соревнования в поезде по гимнастике. Куда-то мы ездили. я лежала на полке, спала. И сплю, и вот мне какой-то образ. Вот я знаю, что это мама. Но я так вот, ее-то не видела вот так вот, вживую. Ну, как по фотографии. И она, ой, там, дочь, ну, я не знаю, как-то меня взяла за руку, все такое, прям солнце, все так красиво. Вот, и она, я вот, главное, вот так вот держу ее, то есть, в руке. Она вот так, аж так и проснулась в кулаке. Вот. И она, ой, смотри, как здесь все красиво. Я так, ой, мамочка, мамочка. Она такая, ну, ладно, мне пора. И как стена, раз, так выросла, прям все потемнело, сразу так я проснулась, у меня подруга будет. А я у меня прям проснулась, у меня слезы. Сегодня мне одно издательство позвонило очень, такое, именитое, российское издательство, позвонил, и говорят, вы не могли бы сказать несколько слов, мы знаем, что вы преданный хоккею человек, не могли бы сказать несколько слов о современном хоккее. Я говорю, вы опоздали на 20 лет ровно. В 81 году я завязал с хоккеем. Вот как ушел Валера Харламов из жизни, я перестал ходить на все матчи, перестал ходить на хоккей, потому что это мало того, что ушел, ну, как бы лучший игрок мира, ушел к человеку. КОНЕЦ 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 Валерий Харламов выступал в майке в ЦСКА. Команда ЦСКА выиграла 32 раза чемпионат СССР, и мне еще посчастливилось стать чемпионом СССР в майке в ЦСКА. И начиная с 6-летнего возраста, когда тебе первый раз даже не то, что одели майку ЦСКА, а просто нам пришивали эмблему на грудь, эмблему ЦСКА, нас воспитывали, что если ты выходишь на лед, без разницы, какая-то игра товарищеская, международная, или на первенство Москвы, представляешь тех великих игроков, в данном случае можно сказать и Харламова, и Петрова, и Михайлова, потому что у них такая же эмблема. СССР в майке Открытия Продолжение следует...